Наш спонсор White Cheese from Шуковка. Производитель сыров с белой плесенью, бри и камамбер мирового класса. Уважаемые садоруды, сальвия простящая является самой распространенной цветочной культурой. Для посева мы берем нашу почвенную смесь. Почвенную смесь вы приобретаете в магазинах. Для сальвии лучше использовать почвенную смесь на основе торфа, дерновой земли, песка. За два дня до посева мы обработали нашу почвенную смесь биофунгицидом. И также здесь у нас примерно 3 килограмма почвенной смеси, значит мы внесем сюда 3 столовые ложки золы. Перемешаем. Далее поверхность почвы мы выравниваем. Выравниваем почвенную смесь. Уплотниваем ее. Поверхность почвы должна быть на 2 сантиметра ниже к краю емкости. А емкость для посева мы берем высотой до 10-12 сантиметров. Обязательно должны быть дренажные отрезки. Если нет дренажных отрезков, то на дно мы высыпаем керамзит, как дренаж, или ручной песок до 2 сантиметра высотой. А затем нашу почву. Далее семена сальвии достаточно крупные, поэтому мы смешивать их не будем. А сразу можно высевать расстройки семена по поверхности почки. И друг от друга вы где-то семена должны располагаться на расстоянии 0,5-1 сантиметр. Если бы в редках высевали, то тогда бы редко у семена были на расстоянии 0,5 сантиметра в двух от друга. Сальвию мы будем выращивать через раскладок или с петеролкой. И вот сейчас посеем, дождемся сходом с семенцем. И когда у семенцем начнут появляться настоящие виски, а это где-то через 2 недели после появления схода, мы будем проводить петеролку. Семена сальвии прорастают в тему цвету, поэтому их высевают на глубину 0,5-1 сантиметра. И сверху мы засыпем почвенной смесью. Мы возьмем наше сито, насыпем сюда тоже обработанной почвенной смеси и будем через сито наносить нашу почвенную смесь на семена. Можно семена также для ростания лучше обработать вот таким расспором, симулятором роста. Можно иногда семена замачиваясь в симуляторе роста, но вот так более экономно мы используем симулятор роста. И вот заделываем так семена, чтобы они не были видны и где-то толщина почвенной смеси была около 0,5-1 сантиметра. Через сито почвенная смесь получается рыхлая, плотная и поверхность здесь посева будет более выровненная. Наш спонсор White Cheese From Шуковка. Производитель сыров с белой плесенью, бри и камамбер мирового класса. Вот мы провели заделку семян соли, поверхность у нас получилась идеально выровненная, поэтому все семена заделаны, нет на поверхности у нас семян. Далее можно укрыть вот таким укрытым материалом вначале, а затем сверху пленку. Укрытый материал, чтобы не было доступа воздуха. Укрытый материал ребенка повысит температуру в ящике на 2-3 градуса, поэтому сходы появятся быстрее. Но нужно каждый день следить за посевами, чтобы не появилась какая-то плесень на поверхности, поэтому сразу нужно будет посыпать сухим песком. И для поверхности почвы подсохнуть, тогда провести дополнительные пометки и опрыскивания. Если хорошее условие, температура достаточно высокая для появления в сходах 25 градусов и выше, то тогда просто поверхность накрыть стеклом. И на последнее время продаются парники, мини-парники для посевых семян соли. Семена соли сходят на 6-й, иногда и на 5-й день. Как только появятся всходы, все укрытия мы снимаем и всходы растут без укрытия. Представится самое светлое место. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые видео.